Йога – древнее учение с религиозным уклоном. Сегодня йога стала более спортивной, лечебной и доступной, но при этом сохранила свое предназначение. На родине йоги в Индии проводят массовые йога-сессии. Иногда в них принимает участие премьер-министр. А в Кургане решили устроить йога-марафон для всех желающих. Вообще есть огромное желание познакомить наших девочек и девочек, которые у нас еще не занимаются, с йогой в принципе, и какая она может быть. Вообще нам очень интересно узнать мнение девчонок, какая йога им ближе, какая интересная. Это для нас очень полезная информация, что интересно девочкам, которые у нас занимаются. На выдохе опустите ладони перед грудью и на вдохе в стороны. И представьте, что расталкиваете две стены. Руки сильные. Для тех, кто хочет красивое тело без изнурительных тренировок, подходит фитнес-йога. Любителям классической йоги подойдет разновидность хатха-йоги йога-аэнгара. Стали в столб и в район живота. Отталкивайся. В район живота. Вот сторона мозг позвоночника. Для желающих расслабиться йога-антистресс и йога-медитация. Йога-медитация дарит гармоничное внутреннее состояние. В медитации мы углубляем свой взгляд внутрь себя, погружаемся в свой внутренний мир, достаем оттуда все наши блоки, стрессы, обиды, высвобождаем с помощью определенного дыхания пранаямы. Ножки широко и коленками за гамак. Йога в гамаках. То есть такое направление очень интересное, очень эффективно для вытяжения нашего позвоночника, мышц спины. То есть все перевернутые позы вытягивают позвоночник. Также перевернутая поза помогает, омолаживает наше лицо. То есть такой клифтинг лица. А почему? Потому что идет прилив крови к голове. А вот фитнес-тренер Юлия Хрусталькова уверена, благодаря йоге спокойствие и умиротворение не покидают ее и за пределами фитнес-студии. Ты уходишь в свое тело, в свое развитие. И это самое интересное, что может быть в йоге, это изучать самого себя. Возможности своего тела, своей души. И открывать в себе целый мир, который не открывает ни одно другое направление. Я пришла к йоге, потому что это, во-первых, здоровье. И после йоги сначала было, конечно, нелегко. А потом я почувствовала, что суставы мои гораздо легче себя чувствуют. И мне легче ходить стало, боли стали проходить. И мне это нравится. Прижали с лопатками друг к другу. Партнеру на бедра возле колена. На суставы не кладем, только на бедра. И тянем партнеру ножки вниз. Ирина Куличкова узнала о йога-марафоне от подруги. Пришла на занятия впервые и получила только положительные эмоции. Хорошо и весело. И вот мы познакомились с девушкой. Здесь люди, видимо, энергетически притягиваются. Оказывается, у нас девушка одинаковая возраста, дети. И практически род профессии. Специалисты рекомендуют заниматься йогой в любом возрасте. Начинать с двух раз в неделю, постепенно увеличивая периодичность тренировок. Анастасия Архипова, Денис Мазин, Анастасия Козадой. Вести. За Уралье.